сила магнитного поля земли резко меняется каждые 10 лет из-за существования внутри ядра планеты особых турбулентных волн сбалтывающих его материю при достижении границы с мантией об этом пишут французские и датские геологи в журнале nature geoscience ядро нашей планеты как сегодня считают ученые состоит из двух слоев твердого металлического ядра в центре и окружающего его слоя из жидкого железа и никеля эта металлическая жидкость не стоит на месте а постоянно движется подобно воде в кипящем чайнике и это движение порождает магнитное поле защищающие жизнь на земле от космических лучей вспышек на солнце и других опасных космических феномен то как происходит это движение сегодня никто не знает так как заглянуть в ядро земли используя сейсмические приборы фактически невозможно из-за чего ученым приходится изучать его тайны при помощи математических моделей и лабораторных опытов по воспроизведению условий в ядре при помощи сверх мощных прессов и наковален недавно ученые обнаружили что ядро земли крайне неоднородно по своей структуре что заставило их подозревать что внутри него есть не два а три слоя еще две группы геологов обнаружили необычные пузыри из железа которые поднимаются из ядра в мантию а также нашли следы существования своеобразных реактивных потоков железа до этого времени ученые считали что магнитное поле планеты слабее или усиливается достаточно медленными темпами почти незаметными для наших приборов 1978 году ситуация резко изменилась когда первые точные геомагнитные приборы зафиксировали что скорость этих изменений выросла на несколько порядков примерно через год этот рывок прекратился и магнитное поле пришло в норму однако нечто похожее повторилось в следующем десятилетии в общей сложности за последние полвека ученые зафиксировали 10 подобных событий природа которых как и их влияние на силу поле эмиграции полюсов до сих пор остается предметом споров среди геологов изучая данные записанные во время последних трех геомагнитных рывков произошедших в 2007 2011 и 2014 годах и анализируя выводы недавних попыток объяснить то как переворачиваются полюса земли ученые предположили что периодические временные или постоянные смены полюсов планеты были связаны с существованием особых колебаний внутри него так называемых динамоволм они движутся от экватора к полюсам и перестраивают магнитную структуру ядра с определенной периодичностью нечто похожее как заметили геофизики происходят и в момент появления геомагнитных рывков сильнее всего они проявляют себя в окрестностях экватора планеты где появляются зоны которых сила магнитного поля особенно сильно росла или падала это натолкнуло их на мысль что подобные аномалии могут порождать какие-то глубинные волны внутри ядра связанные с тем что земля вращается вокруг своей оси руководствуясь этой идеей ученые создали очень детальную компьютерную модель его материи при помощи которой они просчитали как будут возникать и двигаться подобные колебания для проведения этих расчетов понадобился мощный суперкомпьютер и 4 миллиона часов машинного времени однако эти затраты оправдали себя оказалось что геомагнитные рывки появлялись в подобной системе сами по себе благодаря тому что волны возникавшие в центральных регионах ядра постепенно замедляли движение и усиливались по мере их приближения к его границе с мантией когда они достигали этой зоны эти колебания особым образом взбалтывали его материю что приводило к резкому усилению или ослаблению магнитного поля как надеются ученые результаты их расчетов и компьютерная модель помогут точно установить ту роль которую геомагнитные рывки играют в эволюции магнитного поля земли и в перевороте ее полюсов и и Субтитры подогнал «Симон»